Нарисну сказать, что он именно 22-й год, именно события 22-го года превратили в России население в общество. И я вам так скажу, что во многом специальная военная операция 2022 года была стимулирована осознанием в российской власти, в российской элите, некоторых для себя уроков событий в Белоруссии в 2020-м. К украинцам Запад относится абсолютно запредельно чудовищно. Вот у каждого народа крупного, претендующего на ответственность, претендующего на самостоятельную роль, извините за грубое русское слово, претендующего на суверенитет, под елкой лежит вот этот подарок. Вот эта коробочка с зеркалом, ее просто надо открыть. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прожили мы все вместе. Кто-то плохо, кто-то хорошо, кто-то лучше, кто-то хуже. 2022 год, осталось всего ничего. Очень много эмоций разных, абсолютно полярных вызвал этот год у разных людей. Но нас так или иначе всех задела ситуация, которая разворачивается в Украине, до сих пор разворачивается. Если коротко, вот на ваш взгляд, сегодняшняя ситуация и какой подарок можно оставить под елкой перед Новым годом? Ну, во-первых, я хотел бы действительно поддержать вас. Вы очень правильно сказали, что 2022 год – это был год, прежде всего, эмоциональный. И год, когда эмоции зашкаливали и плохие, и хорошие. И, наверное, вот сейчас все-таки очень рано подводить итоги вот этого эмоционального года. Что он будет для мира, для России, для всех, мы поймем по большому счету, но, наверное, года через 3-4. Ясно совершенно, что 2022 год изменил нас, изменил Россию, изменил российское общество. Ясно сказать, что он именно 22-й год, именно события 22-го года превратили в России население в общество. Я попытаюсь избежать употребления очень нелюбимого мной термина гражданского общества, потому что, ну, во-первых, он заимствован, во-вторых, он, в общем, слово гражданский в данном случае ничего не означает. Но вот общество, как система социальных связей, как способность людей, больших групп людей принимать ответственные решения, нести за них ответственность, нести тяжесть этих решений, он для России безусловен. Но во всей своей глубине мы осознаем итоги этого года через 2-3 года. Что же касается подарков под елкой, ну, подарок для российского общества там уже лежит. Более того, мы уже открыли эту коробку с этим подарком. И даже на него посмотрели, кому-то он понравился, кому-то нет. Это подарок, в этой коробке было зеркало. 22-й год, специальная военная операция, общественные процессы, связанные со специальной военной операцией, они дали нам возможность посмотреть вот это самое зеркало. Увидеть, что у нас хорошо, увидеть, что мы не совсем такие, какими себе хотели казаться. Увидеть, что называется, и недостатки своей физиономии. Наверное, у украинского общества в их подарке, который тоже уже лежит под елкой, но не распакован, тоже лежит это самое зеркало. Потому что главное, что может сделать для себя украинское общество, именно для себя, не для российского общества, не для мира. Потому что, ну, для мира что делать? Мы, по-моему, все уже убедились, что жизнь украинца для всего мира, кроме России и Белоруссии, кстати говоря, она не стоит ничего. Это просто расход за материал. Да, это, вы знаете, у меня очень... Я вообще считаюсь человеком крайне скептическим, где-то даже не дружелюбно относившимся к Украине. Но даже для меня, даже если принять эту оценку, отношение Запада к Украине, украинцам, ну, знаете, совершенно омерзительно. То есть, вот к русским, к глорусам относятся плохо, но к украинцам Запад относится абсолютно запредельно чудовищно. Но поэтому... Вот там, я думаю, тоже в подарке для украинского общества лежит зеркало. И этот подарок надо открыть, надо решиться его открыть. Вот самое важное, что произошло с российским обществом, мы решились открыть эту коробочку. Мы решились посмотреть в это зеркало. Ну, это ведь очень важно. Это очень важно. Ведь на самом деле... Я хочу только единственное, что сказать, что вот для Белоруссии это совершенно была другая история. Вы этот подарок, вы эту коробочку открыли раньше. Да. Вы эту коробочку открыли на полтора года раньше. И вот этот ценный опыт именно Белоруссии, который, кстати, в России был недооценен. Вот это надо прямо вам сказать. И это я тоже говорю откровенно. Вот у каждого народа крупного, претендующего на ответственность, претендующего на самостоятельную роль в мире, извините за грубое русское слово, претендующего на суверенитет, под елкой лежит вот этот подарок. Вот эта коробочка с зеркалом. Ее просто надо открыть. Но я только боюсь, что если наши замечательные украинские друзья откроют эту коробочку и посмотрят в нее, я просто боюсь, они это зеркало разобьют и скажут, что это, так сказать, зеркало это москальская придумка. Да, да, да. И вообще оптика это лженаука. Да, и оптика это лженаука. Но это из той поговорки... Если я тебе подарок... Да, а что ж на зеркало пенять-то, да, когда, ну, продолжение все знают. И здесь, почему, вот я с вами согласен, что это очень важно и для российского общества, наверное, в первую очередь. Потому как министр иностранных дел России, например, Лавров говорил, что в 2022 году в мировой политике сорваны все маски, все, все. Теперь все понятно, да, кто, куда и за что. Но ведь мало сорвать маски. Важно уйти из мира иллюзий и придумок каких-то. И здесь как раз важно иметь вот это ровное зеркало, которое бы не скажало ничего. Ну, я не знаю. Я, наверное, сейчас немножко своим кроссовкам или своим кедам подчерчу по красной ленточке. Но я вам скажу, что главное, что маски сорваны не только в мировой политике, о чем говорил Сергей Викторович. Но ведь очень многие маски сорваны и в российской политике, и в российской культуре, и в российском образовании. Это же гораздо более важно. Потому что, ну, давайте тоже честно. Ну, он-то говорил со своих позиций, а мы говорим о себе. Да, западные политики мы все для себя представляли. Ну, да, там, значит, были иллюзии о том, что какой-то западный политик, вот у него что-то включится, и он проявит рациональность. Как, кстати говоря, все время думали и говорили про ангела Меркель. В общем, понимая, по большому счету, ну, вот она тут, значит, высказывания некоторые совершила о том, что это, значит, Минск, что такое были с ее точки зрения Минские соглашения. Но, опять же, наверное, надо прямо говорить о том, что, в общем, мы тоже понимали, что такое Минские соглашения. Другое дело, что Киев использовал эту мирную передышку несколько лучше, чем мы. Так, но, в общем, все мы про ангела Меркель знали, но исходили из того, что в какой-то момент у этой, ну, в общем, ее нельзя назвать русофобкой, хотя, наверное, она была вот той самой русофобкой, как мы это раньше себе представляли. Мы же вот не современную русофобию называли русофобией. Вот у нее включается рациональность. Рациональность, да, значит, и вот дешевый газ ее возвращает в русую реальность. А так, конечно, она ненавидит нас за тот самый красный галстук и за ту самую победу на Олимпиаде по русскому языку. За это, ну, за это же нельзя любить. Ну, как это, как за это можно любить? Вот, а вот то, что у нас происходит во внутренней политике, то, что у нас происходит в системе государственного управления, это я вам скажу, что даже для меня некоторые были очень серьезные открытия, хотя я считаю себя достаточно циничным человеком, и я эту всю публику-то, в общем, наблюдаю с 90-х, но даже, еще раз подчеркну, для меня были несколько неприятных открытий, и я вам скажу, хорошо, что они случились, эти открытия, именно на этой фазе развития противостояния России и так называемого коллективного Запада, который, кстати, тоже, как выяснилось, ни разу не коллективный, это тоже была одна из иллюзий, от которых мы избавились в 22-м году, и вот все, что говорили про то, что США диктатор НАТО, мы говорили, да нет, ну, это пропаганда. Вот ужас весь в том, что очень много из пропаганды оказалось правым. То есть США диктатор НАТО? США диктатор НАТО. Будет ли это так лет через пять, это мы еще пока сказать не можем. Все зависит от внутреннего положения Соединенных Штатов. Но пока США диктатор НАТО. Для западных, не хочу говорить слово партнеры, ну, раз уж привыкли употреблять и там, и сям, употреблю тоже, партнеров, так называемых, подарком наверняка будет то самое отражение, которое увидит Россия в своем зеркале. Да, потому что это отражение наших иллюзий, это отражение целей очень влиятельных групп в российском руководстве. Собственно, мы хотели быть вот этим самым западом. Ну да, наверное, не самой его богатой, не самой влиятельной частью, но хоть как-то. Да, и теперь вот эти люди, которые, мы их называем вхожденцами в России, но люди, которые действовали в рамках этой иллюзии, они вот сейчас смотрят на этот запад. И я думаю, что многие из них, некоторые нет, а вот многие из них ужасаются. Потому что, неужели бы вот в это вот хотели войти? Потому что в действительности, нет, есть, безусловно, люди, которые считают, что нам нужно туда, хоть тушком, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть в этот запад, а там посмотрим и так далее. Есть люди, которые для себя лично и для тех групп и интересов, которые они представляют, точку невозврата прошли. Ну, а я думаю, что большая часть вхожденцев с некоторым ужасом смотрит на то, что происходит с этим западом. И в этом смысле, вы знаете, не могу не вернуться к событиям, как это не смешно, сорокалетней давности. К пышному празднованию 60-летия создания Советского Союза и выступлению на нем Юрия Вадимовича Андропова. Утверждается, что именно там была сказана фраза о том, что мы не знаем страны, в которой живем. Нет, она не там была сказана. Но почему-то народная, вот народная экспертная молва привязала именно к этому. Оттуда понеслось. Да, но идея о том, что мы более глубоко должны изучать советское общество, что мы в действительности не знаем, она вот в ее выступлении, 40-летней давности, это было в конце декабря перед новогодними праздниками 82-го года, она прям сквозила. А сказано, она была совершенно в другой аудитории, в закрытой аудитории, причем в разных местах, с разными участниками. А я вам скажу, а мы плохо знаем тот мир, частью которого собирались и собираемся быть. Мы плохо знали тот капитализм, в который хотели интегрироваться. Я даже не уверен, что можно сказать, что это капитализм, а не нечто другое. Потому что капитализм – это царство экономической циничности, рациональности и так далее. А насколько рационален вот тот капитализм, который мы видим? Да, в значительной мере он циничен, но рационален. И не является ли тот капитализм, который сейчас формируется под руководством Соединенных Штатов, классическим колониализмом? Причем не неоколониализмом, не вот этим колониализмом в белых перчатках, да? Что да, мы будем эксплуатировать ваши ресурсы, но ваш сын будет учиться в Оксфорде. Да, это вот, или там в Гарварде, или еще где-то. Нет, это вот капитализм такой. 19-го, начало 20-го века, судя по тому, как они действуют, это капитализм противопоставления митрополии и дикого поля. Но это не означает, что там нет закона. Это все равно будет развиваться по каким-то законам, по каким-то закономерностям развития. Вот нам нужно изучать вот это, вот эти процессы, чтобы потом, с удивлением не вглядываясь в то, что возникает напротив нас, а это вот ужас заключается в том, для очень многих из российской, прежде всего, элиты, я думаю, что Беларусь это в меньшей степени касается. Хотя, с другой стороны, вы тоже столкнулись некоторое время назад с очень жесткими противоречиями. Но Россия это касается очень так жестко. Этот новый колониализм, да, он прямо вот стал напротив нас. И вот стоит. Вот он стоит в Польше. И мы на него смотрим. И мы пытаемся сморгнуть, думая, что он исчезнет. А он не исчезает. И вот самое важное, например, на 23-й год, это понять, что перед нами стоит. Понять структуру того противника, не только военного. Это как раз, я думаю, что осознанно и в России, и в Беларуси. То, что из себя представляет вот наш противник с военной, с военно-политической точки зрения, я думаю, мы все-таки осознаем. А вот с социально-экономической, с социокультурной. Вот это осознать, вот это главная задача 23-го года. И это такая задача, я вам скажу, очень тирок. Ну вот голос тех людей, которые продолжают смотреть, вот, как вы говорите, мы смотрим на Польшу и не можем понять пока, что это, с чем это едят и как это готовить. Тоже нюанс. Голос людей, которые все еще смотрят на ту сторону и видят там исключительно добрых дядей, которые придут с исключительно добрыми намерениями, рациональных, продуманных. Вот голос этих людей все еще ведь силен. Я вам так скажу, что добрых дядей, там вот именно добрых дядей, там уже не видит никто. Даже те люди, которые там из Прибалтики, из Польши, из Соединенных Штатов, сам рассказывают, что на Западе живут исключительно эльфы, там, и которые бегают, значит, ну, как Борель назвал, да, там, это вот райский сад, который мы тут построили, а вы там все остальные. Это да, но в это не верят ни Борель, ни те люди, которые, например, в России и Белоруссии пытаются стиражировать вот эту вот Улбуду, вы же извините меня за этот методологический термин, так, но верится в том, что из циничных соображений вот эти вот бывшие эльфы, а ныне вполне такие вот, то, что, кстати говоря, я употреблю метафору Владимира Владимировича Путина, колониалистов в пробковых шлемах, он как-то давно это употребил, но это же так, вот сейчас это становится так, из циничных соображений, что им здесь нужна будет в Белоруссии, в России, в Казахстане, в Центральной Азии, им нужна будет колониальная администрация, вот эти, значит, вот колониалисты в пробковых шлемах согласятся на некие условия. Все люди, которые даже будучи капиталистами, даже будучи в России олигархами, хотели, что называется, интегрироваться на своих условиях или с сохранением своих возможностей, нет, эти все люди сейчас, что называется, выбирают совершенно другое, и они склоняются, к слову говоря, к разному, ну, к различным трактовкам, но все-таки суверенного существования, потому что они понимают, что они в новом колониальном мире будут никем, потому что они хотели быть кем-то, а вот те, кто хотел изначально быть обслугой, вот те да, что в Белоруссии, ну, ну, просто у вас иногда это принимают очень такие комические формы, в России это более, так сказать, цинично, жестоко, хитро, да, российская обслуга все-таки оказалась более хитра, например, чем те, кто были прозападные, претендовали на роль прозападной обслуги в Белоруссии, да, но тем не менее, вот в основном крикуны, которые еще не веря в это, продолжают продвигать идею на райском саде и прекрасных людей, которые за ним ухаживают, это уже не носители крупных социально-экономических интересов, это все-таки вот уже, знаете, даже просто, извините, классовый состав категорически изменился. Ну, и это результат 2022 года. И 2021. Потому что я вам скажу, конечно... Для России в первую очередь, а для Белоруссии еще и 20-го. Я вам так скажу, и для России тоже 21-го года, потому что как бы мы в России не делали вид, что это нас не касается, события в Белоруссии 20-го года очень так сложно были восприняты в России в 21-м, и про это, вы публично, может быть, про это говорили у нас меньше, но внутри, в экспертном сообществе. Это очень серьезно обсуждалось. И я вам так скажу, что во многом специальная военная операция 2022 года была стимулирована осознанием в российской власти, в российской элите, некоторых для себя уроков событий в Белоруссии в 2020-м. В действительности, вот я считаю, что мы много критикуем союзное государство, но в действительности оно играет очень большую роль в принятии политических решений в Белоруссии и в России. Так, хотя мы остаемся при этом суверенными. И элиты у нас политические, экономические в меньшей степени, но политические элиты у нас взаимодействуют, но это все-таки разное. Это элита двух суверенных государств. 2023 год. Вот из того, что вы рассказываете и как оцениваете ситуацию в России и в союзном государстве, я могу сделать вывод, что российское общество и вообще российское государство становится лучше, становится более подготовленным к тому самому противостоянию с противником, до конца которого мы еще и не поняли. Но, тем не менее, процессы эти идут и идут в правильном направлении. Согласен с вами. Прежде всего, потому что начальная фаза операции, ну, во-первых, еще раз говорю, все-таки эффект зеркала, который мы вот открыли коробочку, посмотрели, думаем, да. Ну, в общем, ничего. Но в целом, конечно, надо подработать. Но особенно начальная фаза военной операции обнажила две вещи. Первое – это необходимость резкого улучшения системы государственного управления. Наверное, для России полный переход к так называемому ручному управлению, он невозможен. Мы все-таки страна институциональная, ну, с его размером, и в том числе такой фактор, как часовые пояса. Да, ручным управлением крайне сложно. Кстати, как доказал опыт позднего Сталина управлять вот такой страной именно в ручном управлении. Но вы заметите, как начало примерно с сентября месяца совершенствоваться именно институциональная часть управления российской системы государственного управления. Я думаю, еще очень многие перемены именно институциональные, я сейчас не про персональные. Да, я понимаю. Да, они еще впереди. Я думаю, в первой половине 2023 года мы много увидим интересного. Второй момент. Это необходимость иметь для такой страны в противостоянии с таким противником, каким является Запад, не только план А, но и план Б, план С, план Д, план Е и так далее. Вот прям туда, вот дальше, в середину алфавита. И для того, чтобы иметь такие планы многочисленные и менять их в зависимости от проявившейся политики Запада, нам нужно иметь резервы, нам нужно иметь запас ресурсов, запас резервной мощности, резервной мощности, например, в промышленности, резервной мощности, например, в сельском хозяйстве, резервную социальную инфраструктуру и так далее. Это, кстати говоря, опять не могу не сказать, это то, чем всегда славился, продолжается славиться Республика Беларусь. И вот здесь мы у вас собственно вторую половину 22-го года просто, вот просто видно, как мы учимся в Беларуси. Это хорошо, что есть у кого учиться, потому что если бы учиться было не у кого, вы знаете, это вообще грусть была полная. А так есть возможность посмотреть, как это делается, какие издержки, какие позитивные спекты есть и так далее. Вот вообще, знаете, учиться там надо на чужих ошибках, я вам так, что я перефразирую, учиться надо у умных. Не надо учиться у дураков. У дураков ничему хорошему не научиться. Вот. А учиться надо у умных. А белорусы это умные. И жизнь это доказала. Очень здорово, что на самом деле зеркало многое помогает осознать, принять и изменить жизнь в лучшую сторону. Но, возвращаясь к Украине, очень много из того, что в этом зеркале уже видно и что еще увидится, решается ведь все равно прямо сейчас вот на этих расползшихся под мокрым дождем полях Украины, в этих черноземах, в этих окопах, так или иначе. Ведь очень многое будет зависеть от результатов этих боев. Много. В действительности все наши политические, геополитические, геоэкономические построения они будут иметь действительно такой общий мировой смысл, если будет достигнута победа специальной военной операции, если и цели будут достигнуты. Вот тогда действительно мы спокойно без спешки, без суеты начнем входить в новый мир. В новый мир, где мы будем среди тех, кто определяет правила. Если победа в специальной военной операции достигнута не будет, или по крайней мере она будет спорной, подвергающейся сомнению в том числе например в российском обществе, то возможно каких-то совершенно катастрофических последствий внутриполитических в России удастся избежать. Все-таки устойчивость общества нашего достаточно велика. И это прошедшие месяцы 2022 года доказали всем, в том числе американцам. Но тем не менее возможностей определять, участвовать в определении правил игры постглобального мира у нас, но если и будут, то они будут очень минимальными. на своей территории максимум. Да, именно на своей территории. А это значит, что мы превращаемся в то, о чем даже американцы не могли мечтать. Мы превращаемся из сил региональной, что у меня не так плохо, особенно в условиях конца глобализации мира макрорегионов, в страну, которая находится в глубокой обороне, которая пропустила нокдаун, не нокаут, конечно, нокдаун, и вот она вынуждена опять концентрировать усилия, выжидать, выбирать, маневрировать, виснуть на канатах и так далее. Этого бы, конечно, очень не хотелось. Но бывают такие исторические моменты, когда надо просто победить, сжать зубы и победить. В России это, кстати, не всегда получалось, не удалось в свое время сжать зубы и победить. В Крымской войне мы имели, простите, 20 лет вот этого висения на канатах с очень тяжелыми, в том числе, внутренними последствиями. Но, тем не менее, я оптимист, я считаю, что поворот в положительную сторону специальной военной операции уже произошел, его результаты еще не вполне проявились, но поворот уже произошел. Изменилась ментальность. мы перестали рассматривать СВО как вот такую ограниченную военную, полицейскую, скажем так, во многом операцию, а мы начали понимать, что это действительно война, война, где есть военная победа, но какая военная победа в полицейской операции. Там задачи политические, там и так далее, принудить против... Из названия там все по-другому. А здесь есть задача военной победы. И те люди, которые... Видно же, как меняется настроение на фронте, как появляются новые люди, новые подполковники, полковники, генералы, совершенно другой ментальность. Поэтому я думаю, что поворот в позитив уже произошел, остается дождаться его результата. Вот победа в вашем понимании это как? И какое оно должно быть, чтобы российское общество осознало, что да, мы победили? Ну, на сегодня... Она... Понятие победы в данных условиях, оно, согласитесь, постепенно меняется. Так? На сегодняшний... Я могу вам сказать, что такое была бы победа на сегодняшний момент. Это полное освобождение четырех новых в их административных границах. Признание этого факта тем правительством, которое будет находиться в Киеве или еще где-то, признание этого факта в Вашингтоне, ну, остальные, что называется, если Вашингтон признает хотя бы де-факто, как они признавали вхождение в СССР прибалтийских государств. Де-юра не признавали, а де-факто, ну, признавали. Признание де-факто, плюс еще, естественно, признание де-юра, вот здесь есть разница, признание де-юра вхождения в состав Российской Федерации Крыма, так, а вот Крым уже, извините, уже называется положь на место, Крым де-юра, а эти пока признайте де-факто. и распуск, и полный демонтаж всех тяжелых вооружений, украинских вооруженных сил, редуцирование там до какого-то количества полиции, выдача России всех военных преступников, ну, и, что называется, признание всеми за Украиной нейтрального статуса. Пока вот так. Но это, это если бы сегодня. Это вот, это вот, это вот, что называется, мы с вами разговариваем 29 декабря, вот это на 29 декабря. Но дальше это тоже может меняться, правда, теперь это может меняться только в сторону ухудшения условий для Киева. Потому что, ну, согласись, в апреле месяце вообще все могло быть по-другому. И в том числе там могло быть только два региона. Да, и то это могли быть, что называется, независимые субъекты, как их Россия признала. Поэтому понятие победы в процессе геополитических трансформаций, оно, сейчас я умную вещь скажу, да, я даже слово такое знаю, флюидное. В чем была сила позиции Запада во Второй мировой войне в борьбе с немецким фашизмом. Никаких особенных трансформаций мира по результатам победы над фашизмом не предусматривает. Там один был вопрос, в каком виде оставить Германию. Но было ясно, как эта война закончится, где она закончится, можно было спорить, кто поднимет свой флаг над Берлином, и как потом эту Германию будут, что называется, утилизировать. Но идея была восстановить тот мир, который был по состоянию до сентября 1939 года, а там будем уже решать по ходу пьесы. И идея организации объединенных наций, это была идея восстановления прежнего мира порядка, ну да, так сказать, с большей ролью Соединенных Штатов, Наверное, с геополитической легализацией Советского Союза и так далее. Но там не было никакого Красного Китая, там не было никакой деколонизации Африки и так далее. Мы сейчас прекрасно понимаем, что мир начал катастрофически меняться. Изменения в мире носят катастрофический аневолюционный характер. Они затронут все регионы, не исключая Европу, то есть ядро глобализации. Они будут и политические, и геополитические и социальные. Поэтому по мере продвижения в сторону изменения трансформации мирную естественно будет изменяться и понятие того, что мы будем считать военной победой. Но я вам один простой пример приведу. Хорошо, второго числа с утра над Львовом поднимается польский флаг. Возможный вариант? Теоретически да. Более я бы сказал, что он уже чем дальше там он будет. Я тоже считал это теоретически. Вот я могу сказать, что человек, который мне про это рассказывал полтора года назад, я ему улыбнулся. Сейчас мне немножко даже стыдно, что я ему улыбнулся. А сейчас это уже такая вот обсуждаемая перспектива. А сперва приоткрыли только сделано за это время для этого, чтобы этот флаг мог подняться. Но это же изменит геополитическую реальность. Это изменит и наше понимание победы. Поэтому вот здесь все такое понимание победы в мире глобальных трансформаций по определению флюидно. Но вина за это абсолютно лежит на Вашингтоне и Киеве. Потому что это можно было малой кровью согласиться с требованиями России и жить дальше и пытаться нам гадить. Но они же захотели... Понимаете, напомните, как Остап Бендер говорит, я бы взял часть, но мне нужно сразу. Вот это позиция Вашингтона и Киева. Они бы может быть и хотели частично удовлетворить требования России, но они были настолько жадными и настолько самоуверенными, что им захотелось все сразу. Ну вот они и получают то, что получают. Ну, Остап Ибрагимович закончил не очень хорошо, поэтому эти принципы уже видно, что не сработали. Что ж, в любом случае спасибо вам за этот разговор с наступающим Новым Годом. Пусть у каждого под елкой будет подарок тот, которого он заслуживает. Ну а нам всем победы. Какой она будет? Посмотрим. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok